Мы сообщаем вашим подписчикам, что вы вышли. Ох, какие персики. У нас модель уже здесь сняла сама себе длину. Модель молодец. Сейчас я хочу четко сделать снимок. Чтоб было видно до. Шедеврально. Так, присоединяются? Да, 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 пишут, я ждала. Все, добрый вечер еще раз всем. С вами Академия Здоровых Ногтей Анны Романовой. И у нас сейчас с вами эфир по педикюрчику. Так, поставлю пока фото дом. Мы на одной ножке сделали снятие, чтобы вас долго не задерживать. Снятие делали, я показывала в предыдущем эфире. Мы работаем фрезами карбид титан, либо твердоспламываем. Вот карбид титанчик, кто спрашивал, золотая фреза, я уже ее показывала. Она вам подсвечивает, если его так чуть получится. Так, мы с вами приступаем к педикюру. С вами в эфире я, Анна Романова. Соответственно, у нас с вами моделька. Модельки из деформации, вальгусная деформация, молоткообразные пальчики у нее. Хорошо, что модель у нас ответственная, которая сама себе убирает длину подпиливать, потому что она знает, чем это ей грозит. У нее начинаются небольшие анихолизисы здесь из-за давления. Опять же, небольшой травматизации. Не критично, но лучше, как говорится, подстраховаться, чтобы этого не было. Дальше. Мы с чего начинаем? Первое, что мы делаем. Сначала мы наносим антисептик себе, потом клиенту. Соответственно, я это уже сделала. Потом мы берем с вами всегда влажные салфеточки, у нас вот такие антибактериальные, без спиртовые. И проходим нашему клиенту, делаем такую психологическую разгрузку. И в этот момент проводим диагностику стопы. Что я вижу у нас, в нашей модели? Ну, во-первых, мы с вами должны знать, что существует много классификаций типов кожи. И чаще всего выделяют 4 основных типа. Какие эти 4 основных типа? Первый – это нормальная. Вторая – это жирная. Третья – комбинированная, смешанная. И четвертая – это сухая. Что такое нормальная? Ну, нормальная – это в силу хорошего кровоснабжения. Она имеет равномерную окрасочку, матовый отлив, эластичные опоры, едва заметные. И, скажу честно, абсолютно нормальная кожа встречается очень и очень редко. Потому что, особенно с возрастом, а также при неправильном уходе, нормальная кожа, как правило, дегидратируется, становится чувствительной ко внешним раздражающим факторам. Поэтому нормальная кожа – это нонсенс, да? Это очень редкое такое явление. Жирная кожа. Ты побежала? До завтра. Давай. Все хорошо там у вас? Да. Ну, все. Наша Викуля. У нас сегодня два базовых курса. У Катюши и Викули как раз вот закончили. Поэтому прощаемся. Продолжаем. Жирная кожа. Вот как раз пусть посмотрят. Мы сейчас как раз определим, какая кожа у нашей модели. Жирная, утолщенная, с повышенной сальностью, блеском, расширенными устьями сального лосяного аппарата. Третий тип. Комбинированная, как я уже сказала, смешанная кожа имеет участки утолщения с такими расширенными устьями сальных желез и повышенной секрецией кожного сала, который сочетается с участками атрофии и шелушения. То есть и вроде бы как хорошее, и где-то шелушение, да, подсушивание есть, комбинируется. Сухая кожа это истонченное шелушение, мелкие трещинки, ощущение стягивания, покалывания, кожа бледно-розовая, присутствует матовый оттеночек, она более тонкая, более нежная. Поры практически незаметные, без жирного блеска на поверхности. Также сухая кожа очень чувствительна ко всем внешним раздражающим факторам, особенно к УФ-излучению. У нас с вами кожа, у нашей модели сухая, но также выделяют два основных типа сухой кожи. Первый, это приобретенная сухая кожа, формируется при воздействии на нее как раз вот этих вот различных экзогенных факторов, каких это УФ-излучение, это ветер, это высокая температура, это низкая влажность, а также, что нужно, вот это уход за кожей с постоянным использованием агрессивных веществ, тоже сюда, естественно, подходит в этот список. Второе, это конституционно сухая кожа. Что же это за кожа? Она связана с некоторыми генетическими и физиологическими особенностями. В частности, она бывает у деток от 2 до 6 лет в период физиологического снижения продукции кожного сала, сальными железами, у людей с тонкой белой кожей, ну и встречаются при старении, чаще в менопаузе, предменопаузе, преддерматозах, у рыжих встречается, сразу вам скажу тоже. Существуют причины внутренней, ну вообще, сухости кожи. Какие? Мастера маникюра, мы должны выражаться с вами правильно и грамотно, можно, конечно, по-простому, внутренние и внешние, но нужно уже, да, более грамотно. Внутренние, правильно называются эндогенные. К ним относят такие факторы гипо, авитаминозы, заболевания почек, печени, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, надпочечников, инфекционные заболевания, которые сопровождаются обезвоживанием, а также некоторые заболевания крови, дерматозы и так далее. Это внутренние, эндогенные. А внешние, правильно называются, экзогенные. Здесь можно выделить, что неправильный уход за кожей, либо вообще полное отсутствие какого-либо ухода. Также неблагоприятные условия труда, злоупотребление диетами, алкогольными напитками, причины, связанные с употреблением лекарственных препаратов, ну и побочные эффекты от косметических процедур и так далее. Мы с вами еще раз говорю, выяснили, какие подведем итоги. Четыре основных типа, нормальная, жирная, комбинированная, сухая. У сухой есть два основных типа, приобретенные, конституционно сухая. Основные причины сухости с вами разобрали, эндогенные и экзогенные. И сейчас я хочу, ну чтобы многого вам не рассказывать, хочу сказать единственное, что очень часто мы рекомендуем клиентам использовать крема. И в моей ситуации был такой случай, когда клиентка крема использовала и говорила, что крема я использую хорошие, ну можно в принципе убрать, я думаю, ну пока чтобы все видели, что было до, пока вот так поставим. Крема, говорит, я использую хорошие, это мастера плохие. Мастера плохие, вот все делают не так, все неправильно, а я вообще умница и принцесса. На самом деле нет. Когда я начала у нее спрашивать и стала спрашивать у клиента, какими же кремами вы пользуетесь, она мне сказала, я использую крема с мочевиной. Я говорю, это вы молодец, это вы умница, скажите мне, пожалуйста, а какой процент мочевины вы используете? Тем более, что у нее сухая кожа, опять же. Она говорит, она мне ответ сказала, Анна, ну неужели вы думаете, это такой степени глупая? Я использую самый жирный крем, на что я и сказала, что моча жирной не бывает. Вот, и это факт, потому что что такое мочевина? Мочевина, это органическое соединение, которое представляет собой урину в твердом виде. Но что такое урина, думаю, объяснять уже никому не надо. Это вещество занимается синтезом белков в организме, снабжает его таким элементом, как азот. Дальше, присутствует она во всех тканях, в том числе и в верхнем слое кожи, выполняет функцию поддержания уровня влаги. В косметике этот компонент применяется в виде синтетического происхождения, то есть смесь аммиака и диоксида углевода. Так вот, как мы можем применять мочевину при разных, ну, при сухой коже различных типах? Вот так будет правильно. 2% работает регенерирующее, ускоряет заживление, размягчает, разглаживает кожу. Это, что это такое у нас? Крема для рук, бальзамы для тела, лосьоны для бритья. Это 2%. 5-8% мочевины обладает противомикробным, слегка отшелушивающим свойствами. Что это такое? Это лосьоны против прыщей, крема для сухих коленей и локтей, для потрескавшихся пяток. 10% мочевины увеличивает содержание воды в роговом слое. Все мы с вами знаем, что мы работаем по роговому слою эпидермиса. Говорила об этом тоже в предыдущем эфире. Кожа становится эластичной, упругой, также обладает пролонгированным, это длительным действием при увлажнении сухой кожи, особенно на диапетической стопе. Что это такое? Это глубоко увлажняющий крема, крема для ног. И вот уже до 40-50%, которые использовал клиент, что делает этот крем? Он обладает антисептическими, противомикровными свойствами. И в такой большой концентрации мочевина расщепляет белки, а белки это наша кожа, это наши ногти, что позволяет использовать ее для лечения гиперкератозов, псориаза и грибковых поражений ногтей. И вот именно 40-50% такой большой концентрации мы должны использовать только после консультации, либо назначения врача. Представьте, клиент, у которого в принципе было все нормально, он вместо того, чтобы использовать 5-8, либо 10%, он использовал 40-50%. И что он делал? Он расщеплял все белки свои, естественно, соответственно, у нее происходила совсем не та реакция, которую она хотела увидеть после педикюра, становилась только хуже. Поэтому прежде чем порекомендовать своим клиентам, либо если клиенты вдруг решили у вас, сделайте такую распечаточку себе, да, вот 2%, 5, 8, 10, 40, 50, которые я вам только что рассказала, и порекомендуйте клиенту действительно эффективный крем, который ей пригодится в ее случае. Наши модели, допустим, вот 5, 8, 10% больше нельзя, вот больше нет. Это будет идеальный вариант. Ну что, вопросы есть какие-то, нет? Нет, пока. Все хорошо. Мы вообще работаем, у нас интернет, на мой взгляд, все хорошо. Откранных вопросов нет. Итак, с чем нам пришла моделька? Давайте вот второй пальчик, все шикарно, есть с чем поработать, да? Что мы дальше с вами делаем? Итак, телефон я убираю. Мы готовы к вам сработать. Одну ножку убираем, ставим вторую. Можешь ее вообще, в принципе, убрать, если хочешь куда-нибудь. Ты не замерзла? Нет. Дальше мы с вами чуть-чуть отъезжаем. Так. И будем приступать к работе. Когда мы с вами работаем справа налево, вы всегда должны немножко сесть в левую сторону. Что мы с вами? Воды, Дань. Да. Вот стоит. А то я болтаю и начинаю кашлять. Спасибо. Так. По теории пока всем все понятно? Да, все пишут, слушайте внимательно. Ну все, тогда делаем, работаем дальше. Светлана, и вам большой привет. Светлана, почему она? Конечно. Конечно. Алла Борисовна. Да, скоро приедет, пожалуй, Алла Борисовна. Да, да, да. Так, смотрим. Открываем межпальцевое пространство. Даня, Даня. Первое, что мы должны проверить с вами, это полное отсутствие трещин. Любых трещин именно между пальчиками. Сейчас, голос сел. Прям секундочку. Теорию закончила, считаю, что я выполнила. Следующее. Я сразу же, на первом этапе, я должна определить, какие фрезы мне нужны. Что мне будет нужно? Здесь мне нужен цилиндр прямой. Мой наборчик. Открываем. Так, коллеги, сейчас сразу скажу, что эфир мы сохраним в обязательном порядке. Не переживайте. Что это? Может быть, и не сохраним. Хотя, вот, на усмотрение руководства. Так, пишут, есть ли есть между пальчиками трещины? Это очень плохо. Так, сейчас я усадусь нормально, все трещины подкрываю. Потому что это начало, скажем так, грибкового поражения. Из-за такой мелочи, из-за такой трещины, она же как образуется? Бывает из-за строения стопы, бывает из-за работы, бывает вспотело. Да, ножка. Плохо вытер. Либо из душ, когда выходят, очень многие люди, либо вообще не моют, либо моют плохо, либо плохо вытирают. Так вот, постояли, потерли коврик. Начинают образовываться трещинки. И вот, когда они образовываются, после этого сюда начинает попадать инфекция. И еще раз говорю, из-за такой вот глупой, глупой такой трещины, разрыва, трещины правильно называются рогады, туда проникает инфекция, и она может пойти дальше по стопе, и, соответственно, потом перейдет на ногтевые пластины. Поэтому осматривайте всегда у всех своих клиентов, у себя, в домашних, чтобы у вас там было вот так вот чисто и сухо. Видно, да? Да. Все должно быть. Да, можно увеличить его ближе. Вот чисто, сухо, как на ручках. Вот видите? Это очень и очень важно. Вот все хорошо. Ну что, в нашем случае, так как модель у нас самостоятельная девушка, она сама себе тут напилила, в принципе, мне пару взмахов, если только пилочкой сделать, да? Я чуть-чуть пальчик ставлю. Смотрите, как я ставлю пальчик вниз и прорабатываю дистальный край. Ровненько. Уголочки, чтобы они не впивались, я могу чуть-чуть закруглить, но ни в коем случае я никогда не трогаю стенки. Следующий пальчик, опять же, я вот так вниз поставила и смотрю. И убираю все неровности, которые у меня есть на ногтевой пластине. Если длина была бы большая, я бы взяла либо кусачки, сейчас я вам покажу, которыми мы работаем, либо взяла бы, опять же, фрезу цилиндра, которая сейчас будет работать, я вам покажу, и убрала бы эту длину. Вот это такая молодец. Ну, прям вообще постаралась, облегчила мне работу. И что, если между пальцами не все хорошо, то что делать? Лучше не трогать, опять же. Здесь нужна консультация подолга, либо врача, потому что, если вы это начнете обрабатывать, это поднимется вверх. Вот эта мелкая эпидермальная пыль витает сутки-двое, и дальше что происходит? Оседает вам неизвестно куда. Вот, тут нужно обработать все это, зачистить можно, опять же, можно полировщиками, можно песочными колпачками, вот. И масло чайного дерева, масло монарды, это самое оптимальное, что можно использовать. Такое недорогостоящее и действительно эффективное. Самое главное, потом проверить, чтобы там было сухо всегда, чтобы не было никакой жижи у вас, никакой влаги, ничего. Вот, всегда между пальчиками должно быть чисто, сухо и никаких трещинок. Что мы делаем дальше? Дальше мы с вами возьмем пушер, поднимем кутикулу и проверим, прозондируем наши стеночки. Открываем пушером. Я пушером ничего не подчищаю здесь, но, если вы хотите, опять же, если вы любите, вы можете пройтись. Вот так вот, справа налево. Можно пройтись пушером и все почистить. Я вам сейчас просто покажу, как это сделать все фрезой. Поэтому мы это все оставим аккуратненько. Пушером аккуратненько приподнимем. И мизинец я не трону. И большой пальчик я не трону. Мы сейчас с вами возьмем прямую цилиндр и все сделаем. Баффик. Если вы любите баффить ногти, вы можете пройти баффиком, если у вас остались какие-либо неровности. Опять же, вот, если вы хорошо владеете техникой снятия, в принципе, у нас, смотрите, мне баффик не нужен вообще. То я готова к работе. Щетку я одеваю на клиента. Я буду работать. Будет, смотрите, она у меня на клиента. Дальше, что я делаю? Я беру прямой цилиндр. Сейчас я выберу себе диаметр. Так. Большой мне не подойдет. Смотрите, это слишком большой. Он мне здесь не нужен. Я возьму цилиндр поменьше. Вот, в принципе, три диаметра, которые мне подошли бы. Вот. Вот любой из них я могу выбрать. Ну, я, наверное, либо этот, либо этот. Вот сейчас возьму. Давайте вот этот возьму поменьше. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем аппарат, вставляем фрезу. Полностью фрезу не засовываю. Обороты поставлю тысяч шесть, не больше. Фовард. Что-то ручка как-то наша мне не очень нравится. Дай мне другую ручку. А эту надо тогда на чистку отправить. Ага, спасибо. Так, заглушку в ту ручку тогда, наверное. Да, Денис. Так, смотрите, я выбрала диаметр фрезы поменьше. Шесть тысяч. Во, отлично. Попробуем на шести тысячи. Как мы с вами работаем? Отодвигаем кутикулу. Кладем цилиндр. И прижимаюсь. Смотрите, фреза у меня идет параллельно ногтевой пластине. Никакой угол абсолютно я не соблюдаю. Я прижимаюсь к коже и открываю максимальный валик. Прохожусь. Моя любимая фреза, прямой цилиндр. Очень ее люблю. И аккуратно, такими же движениями, параллельно ногтю. Никаких углов, еще раз вам говорю. Ни в коем случае. Иначе вы начнете пропиливать ноготь. Мы с вами берем и бафим ногтевую пластину. И открываем все мое подкутикуле. Все, у меня уже чистый мизинчик. Также выглажу аккуратненько остатки цвета. То есть ее можно использовать вместо бафика. Смотрите, какой чистый. И продолжаем с вами дальше. Покажу вам теперь на большом пальчике. Чтобы вы посмотрели, чуть-чуть ножку на бок. Хорошо видно? Да, хорошо видно. Положила, зашла в синус. Прижимаюсь к коже. Вот прям видно, что я прижимаюсь к коже. Пушером я эти пальчики мизинчика большой не открывала. Помните, да? Я прохожу и дочищаю. И убираю птериги, которые у меня стелятся. Потому что очень часто на больших пальчиках, да и бывает даже не только на больших, вы столкнетесь с тем, что ни Пушер вам не поможет, ни Фреза Андре Клин вам не поможет, ни апельсиновая палочка, ничего. Моделечка, какие ваши ощущения? Скажите мне, пожалуйста. Есть ли какой-то дискомфорт? Если что, кричите. Знаете, да? Смотрите, какой же красивый пальчик. Памятничка, пожалуйста. Диаметр фрезы и насечка. Насечка здесь у нас идет синенькая, диаметр 2,3, 2,5, 2,5 даже. Вы знаете, как определять фрезу? Давайте оторвусь вот как раз, чтобы, смотрите. Вот этот хвостовик, который вот фреза, он идет у нас 2,3, 0,235, запомните. Соответственно, если моя фреза либо такого же размера, как хвостовик, значит 0,23, если чуть-чуть больше, 0,25. У меня, в принципе, он либо одинаковый, либо чуть-чуть больше. Поэтому 0,23, 0,25. Ну что, продолжаем. Пока всем понятно, что делаем. Итак, зашли, оттянули, параллельно ногтю никаких углов. Движение туда-обратно. Такая амплитуда колебания буквально 2 миллиметра, без отрыва. Смотрите, как я раскрыла всю кутикулку. И убрала с ноготочком. И прохожу. И вычесываю птеригий, который у меня остался на моей ногтевой пластиночке. Прошлась. Камера у нас установлена на штативе, мы ее не держим. А что там? Спрашиваю, какую рукой вы держите камеру. На штативе специальные, девочки. Вот здесь есть перепильчик в синусе небольшой. Поэтому мы его сейчас с вами выгладим. Базой кусочек. Все. Убрали. Раскрыли. И если вы хотите, вы можете это пройти, еще раз говорю, абсолютно по всем ноготочкам. Многие включают большие обороты. Но опять же говорю, кто знаком с нашей техникой, и кто приходил к нам на курсы маникюра и педикюра, те знают, что большие обороты я использую крайне редко. Крайне. Поэтому у всех моих клиентов целые ногти. У всех наших моделей ногти не ломаются, соответственно. Они ходят хорошо. У них не перепиленные боковые стеночки. И у меня чистая совесть, скажу честно. Я сплю спокойно. Всем видно? Смотрите, какие пальчики уже чистые у нашей модельки. Мне, в принципе, если бы это был гигиенический педикюр, скажем так, без углубления, без покрытия, то я могу сделать его полностью одной фрезой. А на тонкой влажной позе желтый цилиндр нужен? Если она прилипшая, да. Если, опять же, если у вас хорошая под кутикуле, то вы можете прямой цилиндр не использовать совсем, девчонки, абсолютно. Так, поворачиваем чуть-чуть на бок. Еще один пальчик остался. И проходим. Смотрите, какая красивая у нас кутикулка. И на ноготочке у нас ничего не остается. У вас не будет никаких пропилов. У вас так сильно ничего не нарастет у вашей модели. И вычесываем, и убираем остатки. Щепотно. Щепотно, да, мне. Модель терпите. Держите себя в руках. Так, вот здесь я еще чуть-чуть свет уберу. Зайду немножечко. Валик. В принципе, я закончила. У меня все хорошо. Мне прямой цилиндр на данный момент больше не нужен. Что мы можем дальше делать? Ну, мне здесь даже морковка не нужна. Мне достаточно будет, я думаю, одного пламени. Иногда мы используем вот такую фрезу. Но еще раз говорю, она здесь не нужна. Это будут лишние движения. Поэтому я сейчас без нее поработаю. А, я хотя могу ее показать. Смотрите, для чего мы ее используем. Мы ее используем для того, чтобы открыть беспрепятственность синуса. Допустим, вот у вас в этом синусе что-то осталось, и вы хотите его убрать. И вы вот такими движениями мягкими, туда-сюда, туда-сюда, вы выглаживаете. Вы выглаживаете синус. И круговыми движениями я как раз уберу вот этот пропильчик. Чуть-чуть его сглажу. То есть, эта фреза, ну, она очень хорошая. Мы используем ее и в маникюре, и педикюре. Единственное, только разный диаметр мы используем. Поэтому, если у вас не получается пламенем хорошо обработать синусы, я вам очень рекомендую вот такую морковочку. И пройтись по пазухам чуть-чуть. Звук слышите? Я работаю только по коже. Если по ногтю, то только круговыми движениями. Вообще, приучайте себя к одной вещи. Запомните. Если вы работаете по ногтю, вы не должны касаться кожи. Если вы работаете по коже, то вы не должны касаться ногтя. Это касается и маникюра, и педикюра. Ну, все. Мы берем с вами пламя. Обороты небольшие. Опять же, до 10 тысяч. Приступаем к работе. Фовард. Всегда начиная с предыдущего синуса. Вычесывающими движениями. Поднимаю мою кутикулу наверх. Открываю синус. И прохожусь в пазухе. Открыла. Щетка прошла наверх. Все вычистила. И прохожусь под торцом. Если у меня валики хорошие, скажем так, не наросшие, да, вот, и не жесткие, я тут же на маленьких оборотах постучу и пошлифую мои валики. Сразу их обработаю. Чтобы не использовать потом никаких дополнительных больших оборотов. Прошлась. Вокруг, еще раз говорю, не перепиливаем стеночки. Беру следующий пальчик и иду дальше. То есть долго на одном месте мы не возимся. Сейчас мы работаем больше под кутикульной пазухи нашей проксимальной. Коллеги, что касается по поводу стерилизации по правилам новым СанПин, то у нас проходят специальные для этого семинары, которые можно посетить. И там вы узнаете все актуальные информации. Как раз вот вчера был. Да, как раз вчера был. И 20 числа будет информация от А до Я. Можно писать менеджеру на WhatsApp записываться. И мы вас ждем. Так, по времени сколько оптимально на педикюр с покрытием? Девочки, мы всегда оставляем 2 часа. Но на самом деле делаем мы намного быстрее, потому что мы же каждое свое движение не сопровождаем. Если вы хотите еще раз говорю работать чуть быстрее, можно немножко добавить обороты. Соответственно, вы будете работать еще быстрее ваше движение будет. Но еще раз говорю, так как мы слегка касаемся ногтя, все равно, потому что там остался база, топ, свет и птеригий, я большие обороты не рекомендую. Вот из-за этих больших оборотов, еще раз говорю, посмотрите, у всех клиентов ногти скручиваются. А нехолизисе? Что еще у нас? Кроме этого. Ожоги потом. С какими вытяжками работаете? Что можете сказать о больших вытяжках? Девочки, у нас аппараты с пылесосами. Я просто сейчас взяла вот этот аппарат, чтобы вам было слышно меня. Даня вам потом покажет наши аппараты. Так, эфир обязательно сохраним. Что касается пламя, то это 23-е пламя красное с красными насечками. Так, дальше. Препаратами какими пользуетесь для стоп? А мы вам завтра вводим в эфир и покажем, как мы будем обрабатывать стопы. Смотрите, какие у меня чистые пальчики уже. Я прохожусь, оттягиваю валик, слушайте звук. Звук нет вообще. Аппаратом мы работаем, получается, рестарр калибри 0,3. Смарт. Смарт, да. Эфир обязательно сохранится, не переживайте. Не факт. Ну да. Сохраним, сохраним. Все, я прошлась. У меня все чистенько. Обратите внимание, мне здесь не нужно даже дополнительной фрезы, ни иглы, ни торнадо, ничего мне здесь не надо. Отлично. Складочку, сейчас еще склеечку раскроем и вперед. Так, что касается пылесоса, любой техники, которая используется при пятикюре, конечно же, лучше смотреть все-таки, наверное, по отзывам, потому что здесь сложно сказать. Все, я закончила. Я могу спокойно что делать? Переключаться на реверс, девчонки, и делать то же самое. Теперь смотрите, теперь я сажусь ровно, переворачиваю ручку и акцент у меня сейчас больше идет только на кутикулу, только. То есть, когда мы работаем на реверсе, нас уже ноготь не интересует. Мы с ногтя уже сняли все наши пленочки втериге, все наши остатки базы, которые у нас были. Сейчас меня интересует именно кутикула и валики. Щекотно. Моделечка, не обращайте внимания. Держите себя в руках. Скорость 10 тысяч максимум. Я не использую большие обороты, хоть на ногах ногти толще, но еще раз говорю, я на педикюре не рекомендую вообще скорость делать, вот честно. Он и так быстро, эта техника, если не болтать, я как-то засекала, у меня вышло 8 минут нога. Я считаю, что в принципе этого достаточно. Какой-то был у меня онлайн-курс, и мы прям с девчонками одну ножку я сделала, показала. Давайте время засечем. Руку давайте. Стоимость аппарата в интернет-магазине Романова Нелс Шопа стоит 20 тысяч рублей. Аппарат просто прекрасный. Мы вот работаем именно маникюре, на педикюре. Кстати, уже скоро будет год, и вот сейчас только смотрю, некоторые ручки начинают, ну что нужно, наверное, на ТО отдать, почистить, при том, что они у нас не выключаются вообще. С нашим потоком дано. с нашим потоком каждый день курсы, поэтому. Убираем остатки цвета. На фрезу делаем давление? Нет. Я не делаю никогда давление. Если у вас хороший аппарат, если у вас хорошие фрезы, вам никогда... Знаете, как на сотрудников? Если сотрудник хороший, вы вообще не будете никогда не оказывать никакого на него давления. Вы не будете ничего заставлять его делать. Он все будет делать сам. Так и здесь. Вы руководите процессом, у вас хороший аппарат, у вас хорошие фрезы, аппарат мощный, фрезы не лысые. Что еще нужно? Аппарат с пылесосом стоит намного дороже. Но он стоит поскольку 100-130 чем-то тысяч мы брали. Ну пусть 130. Так как мы брали сразу 10 штук, естественно, и нам небольшую скидочку сделали. Если на мизинчике есть как бы раздвоение маленький, как... секундочку. Я поняла, двойной мизинчик. Ну здесь, смотрите, здесь вы можете аккуратненько обойти его, а мизинчик сам базой склеить, чтобы дальше клиенту не вредить. Некоторые оставляют, но он будет цеплять клиент, поэтому его лучше аккуратно вокруг обработать и базой аккуратно-аккуратно его склеить, скажем так, как бы укрепить. Так, моделя, какие ощущения? Щикотно только. Обратите внимание, когда я работаю в пазухах, да, не звените, у меня звука вообще нет, что я касаюсь ногтя. Я, в принципе, закончила, мне тут особо-то и делать нечего. И помню, мы здесь проходили уже, по-моему, или нет. Никто не подскажет мне. Вроде просто все чисто уже. Как убираем мозоли на мизинцах? У модельки есть. Какой мозоль у модельки? Вот вот это стержневая, ну, я бы не сказала, что ее здесь надо убрать, если честно. У нее нет, у нее нет абсолютно еще здесь стержня. Вот, мы сейчас его просто шлифанем и все. Так, я закончила. Мне больше здесь никакие фрезы не нужны. Максимум, что нужно было, но мне не дали. Даня, посмотри, пожалуйста, может быть, есть где-то коричневый колпачок какой-нибудь маленький или большой. Если нет, я вот такой фрезой для аппаратки просто пройдусь. Как раз вот эти места, которые вот, видите, нет здесь мозоли, девочки. Стержня нет. Все чистенько у нее, поэтому я пройдусь, обработаю наши валики. они могут вот эту застойку обмирать. Ну, если нет, ладно, ничего страшного. Я, в принципе, любой фрезой могу обработать и пройти. Стронг, да. Если у вас стронг на работе, вы можете использовать стронг для работы. Да, конечно. Абсолютно нормальный аппарат. мы также раньше работали очень много. Никаких проблем. Так, пишут, сколько времени может просушить одна фреза? Тут зависит от того, какая ваша фреза. Какой поток? Конечно, какой поток клиента. Вы же понимаете, алмазные фрезы нельзя никогда проходить металлическими щетками. Это раз. Алмазные фрезы нужно просушивать не менее 8 часов, это два. Если вы этого не делаете, то бесполезно. Вот. И нельзя просушивать сухожарь. Так, смотрите, что мы дальше с вами делаем. Мы берем мой любимый ремовер. И я наношу его себе вот сюда вот на перчатку. Ремовер бессилочной, бескислотный. Не разъедает, не приносит никаких неприятных ощущений. Палочка? Да, палочка уже есть. Нельзя никогда кисточкой касаться ногтей, потому что кисточка одна, а клиентов у вас много. И мы наносим ремовер везде на все пальчики. Сейчас увидите, какие у нас будут увлажненные красивые пальчики. Если вы любите порезать кутикулу, сразу вам говорю, то лучше наносите ремовер после, потому что он запечатает ваш срез. Я просто очень такой не любитель среза кутикулы на ногах, потому что ноги это не руки. Мы должны с вами это помнить, поэтому мы должны минимум прикасаться кутикуле и ватные диски. Мне надо тут, тут, наверное, есть. Так, что мы делаем дальше? Мы берем с вами апельсиновую палочку и вот такими мягкими движениями проходим и подчищаем, если у нас где-то что-то осталось. У меня нигде ничего не осталось, моя палочка спокойно проходит со всех сторон. в одну сторону зашла, в другую все чистенько, все хорошо. Даже кюретка здесь не понадобилась нам. Коллеги, я прошу прощения, если чьи-то вопросы случайно пропускаю. отходит бывает, Даня, поэтому вы продублируйте. Вообще как-то очень спокойный эфир. Никто ничего не спрашивает? Нет, почему задают? Обязательно использовать цилиндр, если можно приподнять кутикулу и почистить пятереги пламени. В чем разница? Цилиндр более эффективный, не всегда пламя вам поможет. Сразу говорю, в случае с Катей пламя не поможет. Покажи вторую ногу, покажи, давай покажу кто-то долг. Смотрите, какое пламя, вы порвете все, вы перепилите ноготь, истончите. Вот, даже речи не уйдет, здесь только прямой цилиндр, естественно. Вот, либо максимум, что мы можем, держи, максимум, что мы можем сделать, это, ну, морковка еще пройти, но, опять же, она не была бы так эффективна, честно, вот, именно, как цилиндр и пламя, мне больше ничего не понадобилось. Обратили внимание, как я раскрыла, и даже в синусах не копалась, хотя, синусы здесь есть забиты, это все чтобы не перепилить. Скажите, пожалуйста, можно на ногах, на больших пальцах, большие трещины, постоянно, что это может быть? На пальцах или на ногте, где? На ногах, на больших пальцах, большие трещины. Но, если на коже, надо посмотреть фотографию, хотя бы, смотря, какой природы эти трещины, опять же, трещины же бывают, я же вам говорила, я ножницы забыла, там, где я сидела. трещины бывают эпидермальные, эпидермальные, дермальные, влажные, очень часто трещины и имеют мейкозную природу. Ну что, видно вам, какие ножки? Посмотрите, вот что было и что стало. И если кутикула осталась, только тогда я беру режущий инструмент у нашей модели очень-очень тонкая, не было еще ни разу, чтобы эту модель никто не порезал, поэтому у нее всегда какие-нибудь трещины здесь, смотрите, какой красавчик, видно? Угу. Клин-лин. Как убрать стержневой натоптыш? Стержневую мозоль, мы ее высверливаем шариками фиссурными. Если есть стержневая мозоль на стопне, убрали ее полностью, с корешком, но через какое-то время снова начало. Потому что вы модель убрали, а причины нет. Найдите причину, уберите ее, модель не будет. Смотрите, у мозоли есть две вообще причины, это давление и трение. Ой, аккуратненько, а то я сейчас порежу моделью, чуть-чуть неудобно мне. Вот, давление и трение, других причин нет, запомните это. соответственно, если мозоль никуда не ушла, вы ее обработали, она как была, так и осталась, значит, опять же, есть давление и трение. У вас будут скидки на повышение квалификации? На курсе? Нет, у нас не бывает на курсе скидок. На онлайн бывает? На онлайн бывает, да, на живые нет. На живые только, наверное, если к моим инструкторам, девочкам, и если много человек, допустим, записывается, салоном мы делаем. да, да. Красавчики, какие, смотри, чистюлечки. Что делать, если между пальцами мозоль? Так, хочу подождить. Между пальчиками. Смотрите, мы ее убираем и делаем разгрузочку обязательно. То есть, опять же, мы убираем причину. Просто убрать мозоль это не выход, сразу вам говорю. Так, здесь надо очень аккуратно, потому что я ничего не вижу, во-вторых, у нее фрезы. У нас есть лаборатория специальная, то есть, мои девочки, кто у меня занимается дезинфекцией, стерилизацией, они вначале, естественно, как у нас там, по новому Санпину, да? по инструкции, согласно инструкции. Здесь стерилизация согласно инструкции. Все по инструкции, все делают, потом раскладывают в лаборатории на чистую поверхность, на чистый полотенчик, все фрезы, и мы уходим домой. И фрезы у нас сушатся не менее восьми часов. Антисептик. Вы используете ремовер на маникюре или только на педикюре? И на маникюре, и на педикюре можно использовать. Щеточку мне дашь, Дань? Да, конечно. Я проверю все. Цена ремовера 800 рублей. Его хватает мне на год. Так, ставим ножку ровно и проверяем. Вот какая у нас с вами чистота. Здравствуйте. Какое педикюрное кресло? Посоветуйте. Ну, у нас сейчас Риана трехмоторная. До этого у меня были пятимоторные кресла. Честно скажу, не обязательно пятимоторные. Но Риана они стоят, по-моему, что-то 180 тысяч. Поэтому, девочки, если дороговато, то вы можете себе купить. Мне очень нравились Sirius 10. Я прям в восторге была. Так, ровно ставим. Что такое ремовер? Ремовер это следствие для размягчения на данный момент размягчения кутикулы. Сейчас я просто хочу показать вот так вот чуть-чуть наверх. Ремовер не влияет на покрытие? Абсолютно никак не влияет. Смотрите, какие у нас чистенькие пальчики. Чем можно заменить ремовер? Ну, этот ничем. Вы можете просто, допустим, спрей какой-нибудь размягчающий использовать, либо другой ремовер какой-то использовать. Просто этот, его не нужно гасить, его действие абсолютно. Поставь рядом просто два пальчика. Вот, смотрите. Разница есть? По-моему, разница прекрасна, да? Ну и после. Безопасной фрезой пользуетесь? Он ли клин? Редко, честно скажу, очень редко. хотя она тоже хорошая. Я люблю у нас прямой цилиндр и пламя 23-е и морковка 0,40 или 0,50. Так, теперь смотрите, что мне нужно. Давайте, что мы сделаем? Покрытие. Давай мне пульт, Катюш, ножку пока опускай чуть-чуть. Ровненько, аккуратно. Убирай, убирай ножку. Да, пока. Так, сейчас мы подумаем, как нам. Нет. Эфир обязательно сохранится. Я хочу спросить, когда в Омск? В Омск? Мы только пролетели. Подождите. Так. Так. Мне нужно вот это вот поднять и сделать ровно. Сейчас. Угу. Нет, нет, нет. Вот так. О, все. Я нашла. Сейчас мы чуть-чуть сделаем ровно, чтобы вам было видно все хорошо. Так. Кутикулу вы будете снять, уже срезали. Ремовер у вас Я обожаю внимательно зрителей. Держи. Так, ремовер у вас продается. Да, цена какая у ремовер 800 рублей. Чем нейтрализуете ремовер? Ничем. Его не нужно нейтрализовать. Сейчас просто обезжирю и сделаю покрытие. Дань, мне тебя нужна только помощь. Смотри. Мне нужна помощь, лампу нужно подключить. Вот. Самая моя любовь это дегидратирующий тоник Noobrand. Еще очень люблю пройтись и можно перед покрытием, можно после. А я наверное тоже там оставила. Взяла? Взяла. Так, проверяю все, чтобы все было чистенько. Все хорошенько. Все отлично. не для полимеризации. Можь покрытие сейчас будем показывать. Я хочу показать уже девочкам абсолютно все. Так, что мы с вами будем сейчас делать? Сейчас мы с вами возьмем, давайте пока на вопрос поотвечаю, когда Даня мне помогает. Вот пальчики наши красивые. Так, почему нельзя фрезы обрабатывать в сухожаре? Скажите, пожалуйста, где я говорила, что фрезы нельзя обрабатывать в сухожаре? Если вам делать нечего 8 часов ждать, то пожалуйста, значит, вы неправильно обрабатываете фрезы, делаете плохо своим фрезам, соответственно, нарушаете все инструкции. Опять же, мы работаем по правилам, поэтому наших фрез нам хватает надолго, иначе ваш абразив будет выпадать, и естественно, перепад температуры, и фрезы ваши придут в упадок очень и очень быстро. Так, дальше, ремовер можно использовать и при маникюре, и при педикюре, название ремовера сейчас покажу, вот он есть у нас в магазине, L-Sison. Так, в сухожаре, да, нежелательно сушить алмазные фрезы. Ремовер показала, так, ремовер использовать в маникюре можно. Про фрезы еще раз, девочки, алмазными фрезами, как мы должны работать? Нельзя использовать латунные щетки, потому что при работе с латунными щетками, особенно, если ваши фрезы мокрые, вы дезинфицируете их, либо промываете, то вы выбиваете из склейки весь абразив, они становятся лысые, и быстро приходят в упадок. Если вы не просушиваете ваши фрезы в течение 8 часов, алмазные, повторюсь, в течение 8 часов, то опять же, при погружении в сухожар у вас будет перепад температуры, и ваш абразив будет выпадать. Вот, все должно работать как положено. Как работаем мы? Мы вечером все сделали, помыли, продезинфицировали, разложили на просушку. У нас лаборатория специальная. Разложили на просушку, ушли домой. Утром пришли, и абсолютно полностью сухой инструмент. Несмотря на то, что у нас три стерилизатора, у нас автоклав, сухожар инфракрасный, и в автоклав допускается легкая влажность, мы все равно полностью просушиваем, опять же, так как мы ухаживаем и любим работать хорошим инструментом. И после этого, после уже стерилизации приступаем к работе. Так, дальше. Так, так, так. Вот, кто-то говорит, сушатся инструменты 12 часов. 12 много, но минимум 8. Можно и 12, хуже не будет, хоть 20. Главное, не меньше 8. Красный цилиндр можно использовать, конечно. Так, без фильтра. Что без фильтра, я не поняла, там, что там так будет. Дальше. Трещины на больших пальцах, трещины от свободного края на ногтях, если, ну, они хорекси, скорее всего, либо у вас, опять же, либо деформация ногтевой пластины, либо перепиленная, очень тонкая ногтевая пластина, может, нехватка жира и воды, потемнело, растет бугран, дички, я не могу так определить, нужна фотография, полная картина. После ремовера все будет, держаться, не переживайте. Стержевая мозоль появилась после беременности, беременность никак не влияет, поверьте, на вашу стержневую мозоль, еще раз говорю, любая мозоль, какой бы ни у него не появился, у нее две причины, давление и трение, других нет. Так, какими пальчиками держу ножнички, сейчас покажу, безымянный, средним фиксирую, указательным упираю себя, вот так вот делаю срез. Так, спасибо за эфир, онлайн курсы, да, у нас есть, у нас сейчас будут новые, все курсы, у нас курсы онлайн есть сейчас, но скоро будет полное обновление, поэтому, в принципе, вы можете сейчас, есть хорошие скидки на онлайн, их приобрести. Так, ножницы наши, Романова Нейлс, вот они, очень крутые ножницы, ремовер вытирала, просто ватным диском, вот, и все, больше ничего. Как подобрала, по пальчикам смотрела, большой здесь просто не нужен, пальчики маленькие, мизинчик маленький, и остальные, и очень тонкая кутикула, дотронешься трещина, то есть любой, поэтому лучше взять абразив поменьше, и размер поменьше, что такое ремовер, говорили, ножнички любые, для педикюра, какие вам удобно, могу убрать кутикулу фрезой, без проблем, здесь просто выбрала комби, вот, мы аппаратный маникюрный педикюр делаем, и комбинированный, да, можете использовать его в маникюре, спокойно, так, ну что, Golden Trace, очень хорошо отношусь, кусачки для срез ногтя, сейчас я вам покажу, так, вот, длинное полотно, да, и спокойно работаем, монарды после среза, кстати, можно сделать монарды, ну, в принципе, я, наверное, после покрытия монарды обработаю, вот, так, 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 хочу к вам на курсе, приходите, эфир, не знаю, я посмотрю, сохранить или нет, так, ремовер, еще раз показываю, ножнички любые, какие вам удобно, опять же, хочу побывать в модели, не отвечает, напишите еще раз, я проверю, вот, посмотрю, и вам спасибо за эфир, так, с бородавками на стопе, с бородавкой бедок врачу, бородавки, это вирусная инфекция, мы с ними работать право не имеем, ремовер удаляла не водой, просто ватным диском, какой ремовер тоже показала, побрызгала вот тоником дегидратирующим, для кожи, ноу-бренд, вот им побрызгала, так, да, они испортятся, если не сушить фрезы, по 8 часов, алмазные, я об этом рассказала, чуть-чуть выше, будет выпадать абразив, они вам не будут служить, долго и хорошо, так, 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 ножнички я вам показала, романовый нейлс, мне очень нравится, да, на ногах тоже можем ее пошлифовать, могу показать вам, кстати, давайте покажу вам, полировку монарды, давайте покажу, раз заговорили, вот, мы ее часто делаем, и на руках, и на ногах, берем экстракт монарды, да, есть? и наносим сюда, мне папни на перчатку, смотрите, я вам сейчас покажу, еще, еще, вот, пожалуйста, берем фрезу, смочили ее, обороты, 5000, не больше, можно 4-5, и на фоварде, мягкими движениями, мы с вами берем, и вбиваем масло монарды, мы можем пройтись по срезу, старайтесь сильно не касаться ноготочка, можно, страшного ничего не произойдет, но просто ручки мы с вами отправляем помыть, да, а ножки я клиента помыть, отправить не смогу, естественно, поэтому, я ему сейчас добью везде здесь маселка, для чего я это делаю, смотрите, масло монарды, очень хороший противогрибковый препарат, не забывайте, обратите внимание, у меня еще модель трещины, здесь в синусах везде, потому что ножки сухие, поэтому мне обязательно нужно обработать масло монарды, это прям вот хорошо, что напомнили, я бы все равно в конце сделала, но хуже не будет, трещины в синусах у нее практически на всех пальчиках, особенно на первых, вот на четвертом ничего нет, и на мизинчике, а на остальных есть, проходим, если масла не хватает, вы всегда можете его добавить до себе, на перчаточку, не надо заливать им все пальцы на ногах, ни в коем случае, все, вот такими движениями на маленьких оборотах мы с вами масло вбили, дальше, что мы делаем, ну тогда возьмем влажную салфетку, может, лампу включил, держи тогда, хочу шланг, сейчас я пройду все почищу, чтобы было все чистенько, беру влажную салфетку, беру апельсиновую палочку, так, как подбирать размер цилиндра, девочки, на глаз, как, я рассказала об этом в начале, вот, уже такой вопрос был, посмотрела по размеру пальчиков, чем убирать ремонт, Данечка, читай, ничем, я же скажу, с ватным диском, этот ремонт, не нужно гасить действия, вот, все, здравствуйте, пламя с тупым острым кончиком, спасибо, вопрос, пламя с полу, полу тупой кончик, без абразива, без абразива, можно ремовер мазать на стопу, зачем, там есть кутикула, птеригий, эфир обязательно, можно, но зачем, добрый вечер, когда в Казань, в Казань в сентябре, организаторы курсов, будет наш инструктор, Аиха Файрулина, мы с вами готовы к покрытию, мы берем с вами базу, Голд, от СОВД и ЛЮКС, в Омске только прилетели, вот, пару дней, по поводу кресел, тоже говорила вам, девочки, у нас сейчас Риана, мне нравился Сириус 10, были П-45, пятимоторные, ремовер убираем ватным диском, сухим, вот, молодцы, уже видите, отвечайте, ножницами пользуемся, Романова, Нейлс, пальчики шлифовать, а вы хотите еще пошлифовать, да, а зачем их пошлифовать, а зачем их пошлифовать, а это Аленчик наши пишут, Аленчик, мы с радостью, я думала, кто-то еще спрашивает, Аленчик, тебе с удовольствием, скажи, Катюша, завтра, боб, боб, вина слой, спирт мне еще нужен, Дань, так, покажите еще раз ремовер, Романова сегодня без сольницы, кусачки обещали показать, срез ногтя, показали, показывала все, большого пальца, в левом верхнем минусе, что-то есть вроде так, и хочется вытесить. у нее ничего, сейчас проверю, но я что-то ничего не заметила, что у меня там что-то было, дай пройду, нет, все хорошо, это ноготь вот у нее здесь, вот, в синусах все чисто, не, девочки, то вам кажется, только до сюда крови, только если у нее вот сейчас пылюк уберу здесь, у нее все чисто, ничего нет, так, ну что, давай покрытие, спирт, спирт, где? вот здесь, спирт, 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 салфетка, и марты, шлифовали, только что это показали, да, ножнички посоветуйте, как относитесь к golden trace, хорошо отношусь, у меня по второму кругу, у нее тоже кажется так, ну нет, а нет, дисками, мы завтра вам покажем, кстати, педикюр с дисками другими, сталикс покажем, по-моему, латунные щетки, что это? же металлические, из латунной, да, из латунной, ну что, берем баз gold, про монардо, там можно рассказывать, на самом деле, бесконечно, поэтому я вам советую, зайти в интернет, почитать, там очень много информации, не шевелимся, моделечка, базу мы наносим, тоненько, никаких выравниваний, мы с вами, не делаем, если хотите, прям вот, капельку, капельку, но она должна быть, прям, тонкая, тонкая, ваша база, база должна быть, сразу скажу, эластичная, тоник скоро будет в наличии, ждем поступления, разобрали, тоже, без него, вообще его нету, да, чуть-чуть пальчик вниз, трещинки, надо будет в конце, нам обязательно, эта модель, надо будет сделать, холодный крем-парафин, марки, ноу-бренд, потому что, очень тоненький, очень тоненький, вообще валик, и трещины в синусах, на, вот раз, два, и на трех, на трех пальцев, наш учебный центр, находится город Москва, улица Бутырская, 67, строение 1, единственное, мы не взяли распорки, растопырочки, поэтому, Катюша, ты там, держи себя в руках, я держу, перестали ногти расти, в чем может быть причина, бывает задержка, стрессанули, либо еще что-то, бывает такое, есть такое задержка, да, задержка в развитии ногтей, задержка роста ногтей, расходит, как и волосы бывают, да, такое у вас огромное терпение, повторять по сто раз, одно, я тоже всегда мечтала, а спонсор нашего эфира, Афобазол, делаем по-давай, это я еще не вижу, это Даня видит вопросы, я просто сижу, коллеги ножнички, мы уже вам показывали, а за эфир, давай покажем еще раз, Афобазол, Романова, наверное, стыдник, держите, девчонки, что еще показать, ремовер сейчас покажу, за эфир, большое спасибо, нам всегда приятно, и вам спасибо, дальше, не могу потом, экстракт, монарды, не могу потом полностью убрать, ремоверу сезон, даже после обезжиривания, база все равно, оттекает, обезжиривайте хорошо, нет, просто хорошо обезжиривать надо, девочки, и все, ножички покажем, смотрите, возьмите вот так, вот, микробрашек, возьмите спирт, и пройдитесь хорошо, под кутикулой обезжирчива, да, растопорочку надо, то сейчас, спать она натворить делов, я чувствую, Лёш, ты тут, найди, пожалуйста, растопырки, верхнем ящике, вот так, вот так, смотри, раз, где-то мы там что-то пропустили, наверное, посоветуйте, пожалуйста, хороший крем для педикюра, для смягчения, у девочки, их много на самом деле, и клиренс, и фармона, и прантоман, смотрите, опять же, я вам прочитала сегодня, про мочевину, процент мочевины, если используете, опять же, вот, будет ли курс по педикюру в Краснодаре, да, планируем, нет, мы же в Краснодаре убрали, там очень было много желающих на маникюр, 4 дня на маникюр набили, в Сочи будет, там будет чемпионат по педикюру в Краснодаре, в Омске сейчас вот решается вопрос, вполне возможно, что, а я думаю, кто там пишет про Омск, это Аленчик, я тут только прилетел, там еще и девушка написала, она говорит, когда типа прилетел, так, у Гленки молодой, очень сильные трещины на пальцах и пятках, трещинами дермальными мы не работаем с влажными, мы не имеем права с ними работать, тут должен работать специалист, который сможет их обработать, сделать перевязку, разгрузку, очень часто это трещина, опять же инфекционной природы, из-за чего бывает раздвоение ногтя на мизинце, травма, чаще всего, а если забыл обезжирить покрытие, сколько продержится, ой, иногда девочки держится, лучше чем с обезжирием, эфир обязательно сохраним, здравствуйте, что делать, если на больших ноготках, они холизис появился, так, и какие могут быть причины, ну, кстати, есть песня у Мира Николаева, пять причин, вот у них холизиса то же самое, вот есть пять причин, чаще всего, еще раз говорю, это травма, хоть и многие обвиняют, базы и так далее, чаще всего это травма, и если у клиента неудобная узкая обувь, я вам скажу, многие думают, что надо проходить там, я не знаю, несколько суток, или несколько месяцев, на самом деле нет, может быть такое, что через час, даже у нашего клиента, будет полностью ноготь, отойдет от подногтевого ложа, поэтому, вы понаблюдайте, я вот еще за всю свою практику, за всю свою жизнь, так, не понапоминаю, база тоненько-тоненько у вас должна быть, мягкая-мягкая, я вот за всю свою жизнь, еще ни разу не видела, чтобы у нас, у наших клиентов, обувь, размер и носки, и нога, и все соответствовало, такого еще просто, на моей памяти, не было, он обувь 40-го, а нога 42-го, как так-то? Так, эфир, пожалуйста, сохраним, стоимость ремойвера 800 рублей, в интернет-магазине, Романова Нелс Шоп, в Риге мы бываем с курсами, но в связи с последними событиями, Валди-Кавказ, нормально будет носиться покрытие, смотрите, я сейчас сниму перчатку, мы всегда полируем маслом, то покрытие, всегда, вот просто, вот сколько лет я работаю, мы всегда это делаем, и все носится прекрасно, поездку пережила, да, такую поездку, все пережила, так, ну, одну уже не буду перчатку надевать, масло Монарды у нас, экстракт Монарды стоит 500 рублей, 15 миллилитров и 830 миллилитров, смотрите, если не было 134-го в наличии, берите 224-225, очень похожи цвета, на Суи Делюкс, прям не отличить их, можете спокойно ими работать, так, стоимость масла я назвал, фрезы, фрезы разные, и Казань КМИС, и Германия есть, разные фрезы, мы смотрим, опять же, так, как стать инструктором, напишите нашему Даниилу, продиктуешь номер свой телефона, вот, у нас осталось, кстати, в этом полугодии, только вот пару мест на педикюр в апреле, и потом, следующий инструкторский, честно скажу, не знаю, когда будет лист ожидания, открыт большой, поэтому, может быть, июль, может позже, вот, пока не уверена, еще не ставила следующий, поэтому осталось два места на педикюр, кто не может приехать, в связи, опять же, с закрытыми границами, поэтому могу взять еще двух человек, вот, и все, так, да, точно так же обрабатываем полировщик, как и пламя, и все остальное, монарда дает противогрибковый эффект, антибактериальный, масло другое, масло другое, другое не использую, оно мне не нужно другое, так, смотрю, проверяю, что делаю дальше, дальше я беру, смотрите, я хочу покрыть быстро, что мы сейчас с вами сделаем, можно покрыть вообще в один слой, сразу, расслабь ножки, можно покрыть вообще в один слой, я вам сейчас попробую это показать, что мы с вами делаем, мы с вами берем, у меня есть любимая моя широкая кисточка, вот такие вот четверочка, шестерочка, давай, и я беру, просто чуть-чуть сейчас себе сюда цветы нанесу на пальчик, чтобы не использовать много фольги там и так далее, я чуть-чуть смочила кисточку и наношу мой цвет в качестве подложки сразу на все пальчики, вот, и покрываю, покрыла, следующую взяла, пальцы махонькие, конечно, какие есть, ты сама махонькая, пальцы махонькие, так, наносим, в качестве подложечки нанесла, если в два слоя, то, в принципе, можно спокойно отправлять в лампу, но мы же будем попробуем с вами покрыть в один слой, сейчас покажу, в принципе, усовы, цвета плотные, что мы делаем дальше, дальше мы берем кисточку, и, сейчас я чуть-чуть цвета, добавлю цвет, просто шикарный, очень красивый цвет, так, смотрите, что касается по инструкторским курсам, то вы можете мне написать по номеру телефона 8 985 828 90 78, соответственно, я там вам отправляю анкету, вы ее смотрите, заполняете, и после мы с вами уже, конечно же, обсуждаем все условия инструкторского курса, девочки, но я вам только сразу скажу, без обид, мы всех в инструктора не берем, вот честно, вот, у нас сегодня просто был случай, девочка написала, там, у нас базовички лучше делают, очень грязные работы, и Даня у нас очень корректный, и он ей написал, что на данный момент мы не можем с вами сотрудничать, то есть, ну, мы можем, если вы хотите все-таки развиваться, то мы бы порекомендовали вам сначала пройти, да, курсы повышения квалификации, мы бы вам помогли, действительно, на что человек сказал, нет, спасибо, до свидания, сказал нам, спасибо, там, там очень грустно было, повторюсь, у меня базовики так не работают, как было на этих работах, и человек уже хочет преподавать, поэтому, естественно, мы будем рассматривать ваши странички, вот, научиться, было бы желание, если бы этот человек сказал, да, я хочу, я приеду, я, только помогите мне, я хочу действительно стать, грамотным мастером, я хочу делать красивые, чистые работы, вот, и я готова, да, работать и учиться, но ради такого человека, я скажу честно, я сверну горы, вот, я останусь вот в ночь, помогу и все, ну, если человек говорит, до свидания, соответственно, то и до свидания, так, ремонтирую, также ножнички держите, да, кисточку дальше, пефир обязательно сохраним, для чего шлифовать монарды, ну, во-первых, потому что, еще раз говорю, наши модели, очень сухая кутикула, трескается, прям, вот, еще чуть-чуть, и кровь бы пошла, очень сухая, ну, плюс, не забывайте, что модель инструктор, и целыми днями, на ногах, да, тоже, вот, попробуй, конечно же, кожа пересыхает, дальше, монарда, еще раз говорю, обладает противогрибковым эффектом, то есть, даже если мы думаем, что мы абсолютно здоровы, у нас все хорошо, нет, не правда, кандида, она вообще у нас у всех есть, вот, и она будет работать, как профилактика, если же у клиента уже, скажем так, все в процессе, вы этого, естественно, не увидите, не всегда это видно, сразу вам скажу, вот, грибы стараются спрятать, как можно дольше, чтобы их не обнаружили, поэтому, масло монарды уже будет работать, его назначают очень часто сами врачи, в качестве лечения, потому что не всем можно системное лечение, есть противопоказания, да, непереносимость, опять же, по состоянию здоровья, и так далее, обожаю вашу академию, все суперские, спасибо большое, я аж от радости, палец сорвался, спасибо большое, так, про монарду мы уже много рассказали, так, когда будет в продаже, то не в деградирующей, мы ждем поставку, на самом деле, поэтому, не деградирующей, а дегидратирующей, дегидратирующей, деградирующей, ладно, масло Манделы, да, А у вас есть масло Манделы в наличии? Я говорю, масла Манделы нет, но если надо, мы все сделаем, все ради вас, так, во что смочили, а можно другое масло? Зачем? Если вы найдете масло, опять же говорю, противогрибковое, антибактериальное, которое будет защищать вашего клиента, на протяжении определенного периода, масло Манделы очень удобно, я его, знаете, еще почему люблю? Так, Катюшек, не задирай пальчики, пока болтаю, чуть-чуть этот самый коснулось кожи, а кожу коснулся, все, затек сразу же, пошел. Так, эфир обязательно сохраним, экстракт или Манделы? Можно и то, и то. Экстракт еще сильнее, чем масло. На покрытие, если вы сделаете шлифовку, это никак не повлияет. Давай тогда уберем. Вот так вот, да? Скажите, пожалуйста, как вычищать масло после обработки? Спасибо. Да просто взяли ее, протерли влажной салфеточкой, и все, и все у вас хорошо. Так, полировщик у нас зеленого цвета. Зеленый, серый, коричневый можно любить? Да, зеленый, серый, коричневый. Не бывает. Так, раздвоение ногтям уже вроде отвечали. Так, где можно посмотреть ваших представителей в Украине? Можно на страничке соуди люкс. Там есть посты прямо с прямыми ссылками на наших представителей. У нас есть в Киеве, да, получается? Потом еще Кропивницкий, да, у нас, по-моему, там есть? Да. Вот. И в Донецке у нас, в принципе, вы можете приобрести его Светланы Печуру, нашего инструктора. Так, Катюшек. Сейчас. Большой пачек. Цвет, конечно. Масло Монарды, да. Скажите, пожалуйста, корундовые фрезы можно обрабатывать сухожарьей? Да, можно. Просто с ними главное правильно обрабатывать еще в этой ультразвуковой мойке хорошо обрабатываете. Потому что часто у вас ультразвуковые мойки, у них весь потенциал, у них на нагрев уходит, и они ничего особо не делают. Полировщик силиконокорбидный. Так, ремовер кислотный или щелочной? Нет, не то, не то. Волшебный. Просто волшебный. В Ставрополь пока нет, не планируем, потому что у нас выездные курсы уже расписаны до октября месяца, и пока дальше мы... Ну, пока, да, попозже чуть-чуть. Да, да. Возможно, через месяц, через два расписания обновится. Предложение поступает, ведем переговоры. В Ставрополь я обещала когда-то девочкам приехать, но не получилось у меня. Все, сидим, сохнем. Там очень хорошие девчонки. Кто там? Покажи. Если куколка, то покажи. Мэн Нелл Студио. Покажи. О, привет, 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 девочки, привет. Вот. Это хорошее. Не тот, не друг, как это. Ремовер бичелочной бескислотной фрезы нельзя просушить в ГП. Да. Вопрос, знак вопроса. А праймер... Не нужно, можно, но не нужно. Праймер мы здесь не используем. Никогда, ни на руках, ни на ногах мы не используем праймер. Так хочется научиться вот так же чисто делать педикюр. Добро пожаловать в нашу академию. Мы вас научим. Это один из способов педикюра. Это не полностью техника. В Ростов-на-Дону. Мы будем вот. После Краснодара сразу планируем. Двадцать седьмого, двадцать восьмого апреля, марта. Марта. Вот сейчас мы летим, едем к Краснодару. Марта. Марта. Мы пришли к соглашению. Решено. Пятки каким средством академика шлифуете? Пишут. Мы будем, мы шлифуем. Завтра вы посвели. Хотите завтра на эфир. Мы покажем обработку пятки дисками. И что мы будем делать? Как вот бюджетно и круто обработать пятки без вложений. Кучу средств. База Голд, да. База Голд очень мягкая. Так, а если забудешь обезжирить, как покрытие будет носиться? Ну, тут зависит еще от ногтей. Если ногти сухие, то страшного ничего не будет носиться. Будет хорошо. Вот, а если ногти в креме, в масле, естественно, носиться будет не очень. Так, по представителям в Казахстане, так, мы там ведем переговоры с людьми, в общем, поэтому скоро будут новости, я думаю. Так, у меня в одной в голове не укладывается эта стоимость. Чего стоимость? Стоимость чего, да. А то, может, и у нас не укладывается. Какая стоимость? А стоимость чего? Все, я вас жду. Вы обещали, у меня 772 свидетеля. А, ну да. Это кто, Аленчик? Да, да, да. Вот, друзья, это только которые сейчас в этот момент находятся. Аленчик, а сколько будут свидетелей в конце тысяч? Я еще пока даже не знаю. Приезжайте во Францию с курсом. Кстати, у меня же Шенген французский, если мне же надо, по-любому во Францию будет. Давай. Все зависит от ситуации в мире, как вы все знаете, да. А ситуация, ситуацию, да, как это было? Спасибо большое за ответ, а то бы он меня мучил всю ночь. Всегда, пожалуйста, рада помочь. Так, что там еще интересное? Так, мне четко показывается видео, да вроде все хорошо, интернет работает. Так, сообщения не доходят, интернет разный. Как ты здесь со стороны окружаешься? Не знаю, завтра доделаем. В Ставрополь, да, мы планируем, но посмотрим, сможем ли мы вот приехать во второй половине, так скажем, этого кода. Где взять салфетки? Какие? Какие? Влажные? Если влажные, то в магазине. А если не влажные, то тоже в магазине. Так, завтра в котором часов, эфир планируется? Часто в девять, не раньше. Я просто думала, у Кати пятки сухие, но такое себе, скажем так, лайтовое. Ну, тоже интересно будет, потому что сухие, да. Потом посмотрим, либо на Кати покажем, либо, может, еще какую-нибудь модель. Потому что здесь тоже надо, уже шкрябают пяточки. Чем чистить фрезы, если не латунными щетками? Не лоновыми щетками. Да, все правильно. Так, эфир мы ответили. Можно вместо Монарда использовать обычную массу для кутикулы. Лучше нет. Оно не обладает ни противогрибковым, ни антибактериальным. В их составе чаще всего входят минеральные масла. А минеральные масла – это продукт нефтепереработки. Зачем нам это надо? Это явно не полезно для нашей кожи. Поэтому я не работаю с маслами для кутикулы. Я работаю с маслом Монарды. И все. В Украине есть представитель ноу-бренд? Ноу-бренда нет. В Донецке есть Светлана Печура. Так, салфетки с спиртом, девочки, везде можно… А, ну это, видимо, отвечает… Спирт отдельно, салфетки отдельно. Добрый вечер. По каким критериям к вам можно на инструкторские курсы попасть? На указанный номер телефона, который я продиктовал, в конце еще раз я его, на всякий случай, продублирую. Вы можете написать, и мы с вами будем обсуждать. Ну, критерий, смотрите, какой. Желание учиться, развиваться. Если этого желания нет, ничего не получится. Любить людей, любить учеников, опять же. Тут нет такого я, я. Вот есть мы, да, вот, допустим. Тут командная работа идет. Мы, мы всегда даже называем я, да я себя. Вот если вы послушаете, ни в одном моем эфире нет. Я, моя техника, моя академия. Я никогда у меня такого нет. Я всегда говорю, мы, моя команда, мои инструктора, там, всегда мои ученицы. Вот, поэтому инструктор в первую очередь должен вот здесь быть. Он должен, еще раз говорю, быть неутомимым живчиком, потому что учиться придется и работать много. И любить людей, в первую очередь. Если не будешь любить учеников, как мы сможем работать тогда, да? Так, просушиваем, убираем. Базу для педикира мы используем Сова Делюкс, база Голд. Опускаем патч. Как приятно слышать перед сном твой голос, Анюта. Спасибо. Я могу записать вам звуковое сообщение. Сопровождение. Да, да, да. База, только что сказали, база Голд. Мягкая, эластичная. Мне дает скручивание. Как раз идеальна для педикюра. Как относитесь к смарт-педикюру? Хорошо отношусь. У нас есть педикюр дисками тоже. И курсы мы показываем. Конечно, мы обучаем этому. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы, 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 мы. Мы берем влажную салфетку. Мы вытираем всю пылюку, которая у нас здесь могла произойти. Мы ставим вторую ногу на всеобщее обозрение. Так, сейчас я чуть-чуть отдалю. Так, пробуем-ка. Там вопросы сыпятся просто. Красавицы и чудовище. Были ноги дедушки, стали ноги девушки, как я всегда говорю. Всем видно, девочки. Вот, это один из способов обработки. Одна из наших техник. Вот. Стопу мы в очереди не обрабатывали. Нет, мы в следующем завтра будем показывать вам стопу обработки. Поэтому приходите завтра в эфир. Потому что я вам что, сейчас все покажу. А завтра будет показывать нечего. Я единственное, что бы сейчас здесь нанесла, либо еще раз масло Монарды, либо дай мне какую-нибудь кремушку. Или крем-парафин, если есть, но у брендовских. Леш, посмотри, пожалуйста. Ну, где? Так, Максим, подскажите, у вас за год для педикюра подойдет? Максим, да, подойдет. Только это не Максим, а Даня, оно подойдет. Как попасть на инструкторские курсы? Я еще раз... Сейчас мы скажем номер телефона. Да. Дегидратор, праймер, в каких случаях используете? Никогда. Так, у Романовых и мастерство по королевски слов нет. Заберите меня к себе. Приходите. Здравствуйте. В Старополе будут курсы? Вот сейчас столько, что говорили, да. Но обещала, надо в этом году съездить будет, обещала. Фреза не латунная, не Иллановая. Это кушаешь по второму кругу вопрос. Ну, нет, серьезно, говорю, да. Так, ставим. Держи лампу, Катюша. И так, нет, не убирай вторую ногу. Чего это ты? Конечно. Я хочу, чтобы люди видели. Смотрим еще раз до-после, да. Видно всем. Вот, красавчики такие. Господь не хотите? Не, ах, зло не дремлет. Так, возьмем чуть-чуть пара финчика. Очень много полезной информации. Спасибо большое. Супер, супер. Приходите. Завтра будет еще лучше, я вам честно говорю. Завтра мы вам приготовили крутой эфир. Расписание, когда, в каком городе будет. Я вам выездные курсы тоже покажу. Так, класс, спасибо. Так, эфир у нас будет завтра вечером в часов 9. Да, не раньше, я думаю, потому что, ну, все еще. В 9 вечера, коллеги, в 21.00. Так, спасибо за то, что делаете знание, много интересных фишек. Спасибо, умнички, в Белгород приедете. Пока. Да, Белгород, это, господи. Ну, да, с Белгородом можно сюда, в принципе. Вы в Казани собираетесь? Собираемся, да, в сентябре месяце, да, в 20-х часах сентября. Когда ближайший курс педикюр? Расписание можно узнать на нашей странице. Там полностью выложено расписание на апрель, на март месяц. Там можно посмотреть и записаться. Ну, все, Катюша, две недели ногу не мой теперь. Давай мы пойдем домой. Продолжайте. Смотрите, просто посмотрите на кожу. Вот, можешь приблизить, да, чуть-чуть, прям вот. Да, вот. Минимум косметики, минимум дорогостоящих каких-то вложений. Две фрезы. Да, это холодный парафин. Две фрезы, ремовер и холодный крем-парафин. Можно ближе, пожалуйста, показать. Да, пожалуйста. Давайте сейчас я попробую так, чтобы... Видно всем? Я вам покажу два больших пальчика, чтобы прямо вот чуть-чуть отдалю, вот так, чтобы вы видели разницу. Вы крутая. Спасибо большое. Платангельская пока нет. Люксио тоже можно попробовать. Спросите модели. Какая-то она, Роман. Анна Романова и когда-то год назад делала, тоже нас вот такими пришла, сама себе напилила. Пандемия как раз была, мы и делали. Ну, смотрите, какие ножки просто, кожа какая красивая. Мы сейчас после всей процедуры нанесли холодный крем-парафин от нового бренда. Да. Во-первых, он очень... Во-первых, он очень... Экономичный. Вы видели, сколько я его взяла, и мне хватило, он всю ногу намазала. Еще на перчаточках осталось. Так. Убираем, конечно, если, допустим, мы сейчас моделька будет обываться, я салфеточкой возьму, протру все аккуратненько. Ну, коллеги, если я все этот вопрос пропустил, мы дико просим прощения. Просто время уже у нас полдвенадцатого, поэтому я, возможно, где-то что-то пропустил. Ну, вопросов много, ничего страшного. Да, и вопросов много, поэтому просим прощения. Завтра мы еще встретимся с вами в прямом эфире. Убираем излишки. В 21.00 по Москве. Ну, может быть, позже, потому что как у нас освободится класс. Ну, да, мы, по крайней мере, планируем в 21.00, но в любом случае следите за нами. Да. Вот, в Инстаграме мы вам все покажем, расскажем. Красивый цвет. А, слушай, давай мы вам его покажем сейчас вот напоследок еще. Где мой телефон, Катюша, или свой. Вырубаю вот эту всю аппаратуру. Включаем фонарик. Давай. Так, сейчас. Так. О. Держим. Берем фонарик. Ты что, прямо основной свет? Да, выключай. А, ну вот они. Девчонки, вам, наверное, не очень хорошо видно, но я постараюсь. Стараюсь. Сейчас, сейчас фокус просто. А если с другого боку, с другого боку зайти? Сейчас, ваш лайк. Вот так вот, да, вот. Вот, если вот так вот. Нет, чуть-чуть дальше, Даня. Когда макро делаем, вообще не видно. Надо, чтобы прям подальше. И сейчас покажу, попробую еще раз. Чуть-чуть прям повыше поднимай. Чуть-чуть повыше. Так. Вот этот шарик новогодний переливается. Ну вот нам живо видно, вам, конечно, не видно, девчонки. Не знаю, видно, нет. Да нет, но все равно есть разница, конечно. Просто прям голографический блеск. Парень делается и работа. Очень. Да. У нас же лампы LED здесь, поэтому, естественно, мы ничего не видим. Когда она придет домой, и она увидит во всей красе, как говорится, все переливы. Очень красивый цвет. Так, цвет космос, это у нас 29-й Найт Старс, коллекционный цвет от Сова Делюкс. Не, спешка здесь не поможет. Его все равно нужно по другим освещениям смотреть. Не найти парни свою команду. Все мечты, это парня в своей команде. Да, мы тоже хотим еще парочку. Вот. А то девчонки все. Я устал, я хочу любви. То замуж, то еще что-нибудь. Ну, цвет в любом случае космос. В общем, красиво, да. Так, ну что. Прощаемся с вами. Спасибо всем большое за то, что были с нами. Всем хорошего вечера. Да, одну сделаем пока, но время уже позднее. Завтра доделаем остальное уже все. Завтра вам пяточки покажем. И если она будет себя хорошо вести, доделаем ей вторую ногу. Я буду хорошо сидеть. Приходите к нам на курсы, приходите в гости, приходите в прямые эфиры. Мы всегда рады хорошим людям, кто любит учиться, развиваться. Покажи еще рядом вторую, еще раз покажи. Чтоб люди видели. До, после. Всем видно? Вот. Идеально. Все. Всем хорошего вечера. Всем пока-пока-пока-пока-пока. А, вот. Да, коллеги, это график выездных курсов Анны. Март у нас уже с вами прошел, поэтому мы его с вами... Ну, не полностью. Краснодар, Ростов. Да, да, да. Так, Краснодар, Ростов у нас составляется. Остается вот апрель месяц, май. Это все сохранится, поэтому в любом случае все это потом сможете увидеть. Номер телефона свой, да, еще раз по инструкторским. И сейчас я вам продиктую еще раз свой номер телефона. Пишут, не обижайте Катюшу, Марина наша пишет, Розенского. Так, Денис нам ставит лайк. Вот. Ну, это он так, наверное, намекает, хорош болтать, идите домой уже, наверное. Покажи еще раз. Это мой номер телефона, на заставке не я. А я тоже потеряла, тебя искала, смотрю, Муся. Да, да, да. Вот, 8-985-828-90-78. По поводу инструкторских курсов и выездных. Да. Когда организовать выезды, если вам надо, нажми. Вот, то на этот номер. Все, всем пока. До-после разница, по-моему, отличная. Смотрите, как даже ногтевая пластина увеличилась, убрали лишнее. Всем пока-пока, до новых встреч. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok